Ну что, друзья мои, протестировала я новую туалетную воду для него и для нее, которая называется Ицкле. Конечно, эта парфюмированная вода действительно экологично, во-первых, изготовлена, начиная от колпачка, это колпачок из пробкового дуба, из пробкового дуба, причем этот дуб, его кора самовосстанавливается без вреда для растения. И до коробочки, на ощупь коробочка что-то между бумагой и ватой, знаете, она такая даже стучит мягко так. Кроме того, если эту коробочку посадить в землю, из нее вырастет растение, вы можете себе представить. В самом флаконе, в том и в другом, откручивается пульверизатор, и этот пульверизатор можно отправить на переработку. Если сейчас мы просто выбрасываем после парфюмированной воды бутылечки вместе с пульверизатором, потому что они никак не отсоединяются от флаконов, то этот пульверизатор можно перерабатывать. Хотя вы знаете, что в Фаберлик покупатели, консультанты приносят после использования любых средств, весь пластик приносят на пункты выдачи, и пункт выдачи отправляет этот пластик на переработку. Смотрите, даже этикетка на пузырьках бумажная, приклеена бумажная этикетка. Не пластиковая, какая-то там пленочка, да, приклеена, а бумажная. Ну, теперь давайте о самих ароматах. Так, вообще, мнение многих, что эти ароматы унисекс. Аромат женский, вы знаете, на мой взгляд, он вот аромат чистоты. Вот у меня с первой секунды я ощутила, ну, вот прям чистоту белья, скажем, да. Это не мой аромат, я сразу вам скажу. Он считается древесно-цветочным ароматом, и в нем очень сильная озоновая нота. Прям сильная, ну, для меня. Я ее очень сильно чувствую. По мнению всех, эти оба аромата, они достаточно долго держатся. Они очень стойкие. Ну, вот я вам могу сказать, что брызнула я вот сюда вот, да, как обычно, на венку, на руку ароматом женским. И он перебивает, ну, вот все перебивает. Я его прям чувствую постоянно и на расстоянии. А входят туда такие достаточно простые нотки, ну, озоновый аккорд, само собой. Лайм, ромашка, кувшинка, зеленый чай, колокольчик. Ну, и базовые ноты, это кедр, сандал, вот такие вот нотки. И мужской аромат. Есть женщины, которые себе покупают, купили уже вот этот парфюм мужской. Он считается, заявлен, как древесно-зеленый. Но я в первые же секунды почувствовала в нем действительно ноты не просто древесины, а такой горькой смолы, знаете, горькой смолы. Вот кто пробовал, может быть, даже на вкус, в детстве особенно это бывает в основном, смолу с каких-то хвойных деревьев, да, вот это вот для меня это вот почувствовалось очень сильно. Ну, а входит туда грейпфрукт, свежая зелень, молодая еловая хвоя, перец, базилик, чабрец, можжевельник, дуб. Можжевельник, дуб, это базовые ноты. И вы знаете, я что вам хочу сказать. Вот то, что я передала свои ощущения, которые я услышала, да, вот в этом, в мужском аромате, я их услышала в первые секунды. И дальше, хоть я на себя нанесла, на другую руку, на венку, да, нанесла, хоть я прям уже пузырёк открыла, я его вообще не ощущаю, этот аромат, ну, вот просто никак не ощущаю абсолютно. У нас есть фаберлик, такой ещё аромат, который я тоже не ощущаю. По нотам я понимаю, что он мне нравится, но я его не слышу, на себе совершенно не слышу. Вот этот вот, не только на себе, да, и из флакона. И вот с этим та же самая история. Каждый, друзья мои, я уже вам говорила, что каждый чувствует ароматы по-своему. Кому-то слышно одно, кому-то другое. Кто-то так, кто-то иначе. Ну, вот я вам передаю свои ощущения и впечатления. Думаю, что он бы мне понравился, да, но я вот даже не могу ощутить через несколько минут его, чтобы почувствовать, как он раскрывается, к сожалению. Ну, вообще не ощущаю его. Говорят, что когда не слышишь аромат, что он 100% тебе подходит. Ну, я такую историю не очень люблю. Я хочу слышать ароматы и на себе хочу слышать ароматы. Я все-таки больше пользуюсь парфюмерией для себя, чем для окружающих. Ну, у вас это, может быть, будет по-другому. Отзывы, много восхитительных отзывов, восхищения от этих ароматов, да. И, как я вам сказала, что много мнений, что оба эти ароматы являются унисексом. Ну, и кроме того еще, друзья мои, в оба аромата входит один компонент, даже комплекс, да, который способствует повышению иммунитета и восстановлению энергии, что очень важно, особенно в наше время, правда? Ну, а понравятся они вам или нет, это вы уже сможете попробовать сами и дать оценку этому. Ну, это еще один товар для тех, кто заботится о экологии, о здоровье нашей планеты и о жизни будущих наших поколений. Всего вам доброго! Надеюсь, что я была вам полезна.